Угу. Та. Готов. Предлагаем ребенку надеть носки. Лучше всего, если это будет на выбор, ну, две пары. В возрасте полтора года точнее будет две. Уже ближе к трём годам их может быть три. То есть на выбор уже может быть несколько пар. Я сейчас покажу. Первый вариант самый-самый простой. Мы надеваем носки полностью на стопу ребенку, оставляя только резинку нерастремленную. Ребенок уже сам на себе дотягивает резинку. Это самое-самое начало. Дальше можно надеть носок на стопу ребенку, не надевая пятку. Вот в таком варианте будет носок. И ребенок уже сам можно даже показать двумя пальцами, за что тянуть. Ну, что за резинку, чтобы не за что-то, а именно за резинку. Берет резинку и уже дотягивает носок на пятку. И следующий вариант, когда мы отдаем ребенку носок в руки, и он уже самостоятельно пытается попасть пальчиками в носок. Уже остальное все дотягивает сам. Этот процесс где-то около месяца занимает. Начинать его можно с самого начала. В общем-то, как только он уже начал уверенно ходить, можно уже экспериментировать с носками. А как ребенка садить там? Подложить ему все следы? Ну, можно. С самого начала я просто пыталась как-то объяснять маме, отводить. Маме отводить. Как хорошо. То есть, она вообще не понимала, какова. Что не понимала? Не понимала, что с ребенком делать. То есть, я говорю, ну, подложи ей сесть, покажи на выбор. То есть, может, она что-то выберет. Ну, такие, прям элементарные. Так. Так. Я думаю он начинается Seфть кр federal capacitал Commun,